Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Получение Святаго Иоанна Златоустова на притчу о блудном сыне, том 8, книга 2. Всегда, конечно, братья, должны мы проповедовать о человеколюбии Божьем. Им ведь мы живем и движемся и существуем. Но в особенности в настоящее время обязаны мы делать это, как по общему долгу, так и ради благодеяния Его, к тем звездам, которые имеют взойти из купели крещения. Ведь и они воссияют благодаря Его человеколюбию, и мы им спасены и спасаемся. Оно дано нам в качестве наследия Создателям Богом и Отцом нашим. Скажем же о Нем то, что сказал Владыка Христос, человеколюбивый Сын, человеколюбивого Отца, единственный достоверный истолкователь отеческого существа. Раскроем сию притчу о блудном сыне, чтобы из нее научиться, как должно приближаться к недосягаемому и как просить его о прощении грехов. У некоторого человека было два сына. Спаситель говорит приточно, а не положительно. Поэтому о своем Отце он выражается как о некоем человеке, а о рабах говорит как о детях, давая тем самым понятие о любви Божьей к людям. У некоторого человека, говорит, было два сына. Кто этот человек? Отец милосердия и Бог всякого утешения. Какие же это у него два сына? Праведники и грешники, пребывающие в его божественных повелениях и приступающие заповеди владыки. И сказал младший из них Отцу, Кто этот младший сын? Человек, не имеющий устойчивости в душе и колеблющийся ветрами юности. Природа признала Отцом, своего Создателя, хотя воля и не воздала чести своему Творцу. Отче, дай мне следующую часть имения. Хорошо, что он просил у Бога то, что ему принадлежит, Богу, но худо то, что он расточил, то, что получил. И Отец разделил им имение. Дал им весь мир, как свой дом. Дал им, как Творец, всю тварь. Дал им вместе с телами и душами разумные, души разумные, чтобы, руководствуясь разумом, они не делали ничего неразумного. Даровал им свой закон, естественный и писанный, как божественного пестуна, чтобы воспитываемые им от исполнения исполнили волю законодателя. Младший сын оставил Бога, и Бог его оставил, потому что он не неволит того, кто не хочет служить ему. Ведь и все добродетели – дело свободной воли, а не необходимости. И там расточил имение свое, живя распутно. Там он погубил все богатство души своей. Там, утопая в наслаждениях, он потерпел кораблекрушение. Там в быстрой смене увеселений он сделался бедняком. Там, покупая душепагубные удовольствия и торгуя весельем, он нажил себе потоки слез. Добродетели, какие имел он, утратил, а вместе них обогатился пороками, каких не знал раньше. Придя же в себя, то есть сравнил свое прежнее блаженство и последующее жалкое положение, сообразил, кем он был, когда находился в послушании у Бога Отца, и кем стал, подчинившись демонам. Придя же в себя, сказал, сколько наемников у Отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Сколько оглашаемых наслаждается теперь священными писаниями, а я изнываю от глада божественных склов. Скольких благ лишил я самого себя. Итак, что говорит он? Встану, пойду к Отцу моему, возвращусь добрым туда, откуда ушел на зло. Вернусь к Отцу моему Творцу, Владыке, попечителю и промыслителю, возвращусь к тому, который давно ждет и готов принять возвращающихся к нему. Встал и пошел к Отцу своему. За добрым решением последовало доброе дело. И справедливо. Недостаточно стремиться к полезному только на словах. Необходимо и делом подтверждать свои добрые намерения. Находясь еще вдали от Отца, но стремясь к нему сердцем, он то ломает себе руки, то поражает ударами свою грудь, как источник дружных желаний, то лицом припадает к земле, то из очей проливает потоки слез в подкрепление своей просьбы, то изыскивает оправдание себе. Наконец, сквозь слезы, он громко взывает, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою!» «Знаю, согрешил я Христе Владыка и Господи, мои грехи ты один знаешь. Согрешил я, помилуй меня, как Бог и Владыка. Я не достоин отчей поднять на небо и умолять тебя, моего доброго Владыку. Велика и нестерпима моя вина, не числа моим грехам, но помилуй меня, так как ты благ всегда. Не достоин называться сыном твоим, приими меня в число наемников твоих. Так просящего из глубины сердца увидел его тот, кто болезнует из-за блудших. Презирает согрешающих и ожидает их раскаяния. Увидел его отец его и милосердствовал о нем. Конечно, он был отцом по благодати, по природе, будучи Богом. И побежав, пал ему на шею и целовал его. Не дождался, когда тот подошел и стал умолять его, но с готовностью устремился ему навстречу. И не погнушался шея его, оскверненной запачканной грязью порока, но чистыми своими руками обняв его, целовал без счету того, кого давно уже ожидал. О неизреченное и безмерное благоутробие, о необычайное человеколюбие, о примирение чудное! Тотчас убедил он Бога в одно мгновение, и к слезам снизойти и столь великое множество грехов поведить. Ты удивляешься, видя, что Бог с любовью принял грешника. О, какая отеческая любовь! Грешник на земле заплакал, и единый безгрешный с неба преклонился к человеколюбию. Отец сказал рабам своим, «Каким рабам? Слушай!» К иереям и служителям его повелений принесите лучшую одежду и оденьте его. Принесите одежду из тканную свыше, обновленную духовным огнем. Принесите одежду, которая ткется в водах купели. Принесите одежду, приготовленную из духовного огня, и оденьте его. Дайте перстень на руку его, чтобы он носил залог духа, и, нося его, был храним духом, чтобы, имея мою печать, он был страшен всем врагам и противникам, чтобы издалека было видно, какой отца он сын. Дайте и обувь на ноги его, чтобы опять змей не нашел обнаженной питу его и не уязвил его своим жалом, но чтобы лучше он попрал главу змея, уничтожил жало врага и в безопасности шествовал по пути Божию. И приведите откормленного теленка и заколите. Какого тельца он называет упитанным? Какого? Которого телится Мария, дева, родила. Принесите тельца неукрощенного, не подъявшего ерма греха, девственного и от девы рожденного, следующего за теми, кто следует за ним, не по принуждению, но добровольно, не прибегающий ни к силе, ни к рогам, но с готовностью склоняющего свою шею, желающим закладь его. Пасха наша, Христос, заклан за нас. Разгневался тогда праведник и не пожелал войти. Разгневался праведник и впал в рабство с завистью. Поправ удовольствие жизни, он сам был охвачен завистью. Отец же его сказал ему, Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. Не могу не помиловать я того, кому дал жизнь, не могу не пожалеть того, кого породил из своих недр. Небо твое, тверь твоя, солнце твой факелоносец, луна твоя приспешница, звезды твои свечи, воздух твой питатель и все, что в нем, твое земля и все, что на ней, твое море и все, что в нем, твоя вселенная, твоя церковь, жертвенник твой, телец упитанный твой, жертва твоя, ангелы твои, апостолы твои, мученики твои, настоящее твое, будущее твое, воскресенье твое, бессмертие твое, нетление твое, царство небесное твое, все видимое и умопостигаемое, все твое, и тебя почитаю за добродетель, и его милую, за прекрасное возвращение, и тебя люблю за твою жизнь, и его за исправление, и тебя милую за поведение, и его за раскаяние, и тебя за терпение, и его за возвращение ко мне, а о том надовно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся, кто, видя мертвого, воскресшим не обрадуется, и кто, найдя того, что потерял, не будет торжествовать, поди и ты, сын мой, возвеселись с нами, и возликуй с ангелами, и обними со мной брата твоего, и воспой вместе с Давидом эту духовную песнь, приличную настоящему торжеству, блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты, блажен человек, которому Господь не вменит греха, при дверях искупитель, врач близ верующих, врачебница открыта, лекарства готовы, купель всех ожидает, благодать раскрылась, духовная одежда изготовляется отцом и сыном, и святым духом, блаженны удостаиваемые носить эту одежду, вам остается теперь затеплить светильники вашей веры, и щедро влить елей благочестия, чтобы ночью, когда раздастся голос, вот жених идет, вам можно было выйти навстречу ему с сияющими светильниками, ликуя и радуясь, и воспевая, благословен грядущий во имя Господня, ему слава и держава, ныне и пресной, во веки веков. Аминь. Аминь.